В феврале 2011, когда был заключен муниципальный контракт, этот проект представлялся пилотным. Новую ферму на 50 голов первая из многих в округе планировалось построить быстро. Срок сдачи – лето 2013. Помимо новых рабочих мест, к этому времени население ОМА получило бы и свежую молочную продукцию. Лето уже началось, а на месте будущей фермы возведен только каркас. На строительство было выделено около полутора миллионов долларов. Вот только хватило их почему-то только наполовину здания. По словам директора подрядной организации, когда его назначили на эту должность, так называемое строительство велось уже около года. На его взгляд, одна из причин затягивания сроков – халатное отношение строителей из Архангельска к своим обязанностям. Менталитет местный. Такое у нас вот любят наши граждане, так сказать, погулять. То есть из-за того, что бригада из Архангельска злоупотребляли? Очень, да, злоупотребляли здесь. Были проблемы у нас. И вот мы решили поменять. Однако, как говорят местные жители, строителям из Архангельска попросту не платили. Поэтому часть материалов была разворована, продана, а люди уехали. С апреля текущего года работает здесь бригада из Таджикистана, но и они пока не получали заработную плату. Вы апрель, май, июнь еще ни разу не получали зарплату, да? Нет. Ну, авансы получаем. Ну, аванс сколько? 10 тысяч? Нет, почему 10? Бывает разного там. 10, 15, 20, 30. Сейчас на строительстве фермы работает 7 человек. Этих людей не хватает. Объем строительных работ велик. Внутренняя отделка, установка перегородок, сантехники, электропроводки, монтаж нового оборудования. Уже ведутся разговоры об очередном переносе сроков сдачи объекта. Или что тогда? Или вы все-таки как-то начнете что-то делать? Ну, мы начали, у нас же часть материала закуплена, с 17-го грузится баржа уже в Архангель. Сейчас заказчик, администрация Заполярного района, оказалась в затруднительном положении. Если расторгнуть контракт на поиски нового подрядчика, оформление всех документов идет минимум год. Но и продолжая работать с прежним исполнителем, ввести объект в эксплуатацию в этом году вряд ли удастся. Сейчас по приезду на месте мы будем разбираться. Я думаю, что нужно уже может мешать и правоохранительных органов посмотреть, в чем там дело. Судя по всему, у них просто нет денег. Они, видимо, эти деньги использовали на какие-то другие объекты и прочее. Не то, что строительство не ведется практически, оборудование не закуплено. А оборудование импортное, дорогостоящее. Там определенные процедуры длительные. Это как минимум три месяца. Поэтому есть опасения, что этот объект перейдет на следующий год. А это крайне нежелательно и неприятно. Впрочем, у окружной администрации и собрания депутатов есть вопросы и к руководству Заполярного района. Почему был выбран именно этот подрядчик, к работе которого есть претензии и по другому долгострою физкультурно-оздоровительному комплексу в Нижней Пёше. На самом деле, да, действительно такое ощущение возникает, что 52 миллиона, выделенные заранее, куда-то улетели. Но мне кажется, что в первую очередь должна быть более наложена эффективная работа органов государственной власти при выборе подрядчиков, при работе с ними. Ну и чтобы так не получалось, что прошло, например, полтора года, да, как бы, и вот выяснили, что 52 миллиона, они куда-то улетели. А чтобы это все происходило гораздо раньше и более оперативно решалось. Согласно окружной программе, строительство ферм – одно из приоритетных направлений развития сельского хозяйства в регионе. На ближайшие годы запланировано возведение животноводческих комплексов в Нижней Пёше и поселке Факел. Однако возникает вопрос, не обернутся ли благие начинания по-настоящему золотыми стройками. Антон Парахин, Денис Суховаров, Александр Большаков. Телеканал Север. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова